Продолжаем трансляться из нашего кролливудского леса, мы видим тут обитателей наших бегающих белок по лесу. Сегодня мы поговорим о наших прежних разговорах о землеустройстве, где мы прежде всего упомянули о том, что можно отбуксировать Антарктиду в тропические и неумеренные широты, но мы при этом упустили один интересный факт, что в принципе, что останется в районе южного полюса после такой буксировки? В районе южного полюса будет необычный сюрприз для земли, будет просто южный ледовитый океан. Вы себе представляете, вместе с северным ледовитым океаном у нас будет еще и южный ледовитый океан. Естественно, на освобожденной Антарктидом месте образуется ледовый покров, и будут такие же дрейфующие льдины, как и на северном ледовитом океане. Поэтому, естественно, что белые медведи, переселенные в Антарктиду, просто не заметят этого. Ностальгии у них нет, как обычно. А вот что касается антарктических пингвинов, то эти, да, они привыкли к земной тверди Антарктиды. И, безусловно, заметят, что у нас нету, у нас есть трифующие льдины и нету земной тверди. Но это ничего, они в скором времени привыкнут. Но самое интересное будет происходить не только здесь, где возникнет южный ледовитый океан. Но и, да, при этом, поскольку образуется лед у нас на месте воды, то, несмотря на кажущийся парадокс того, что вода как бы сожмется в одном месте, а в тропиках она будет испаряться, то, конечно же, это не совсем так, потому что мы знаем, что жидкость несжимаемая. И в результате баланс все-таки будет в сторону таяния ледников и увеличения уровня мирового океана, безусловно. Но это все в антарктической части. А что касается по части Европы, тут будет происходить вообще интересная вещь. А при смещении Европы чуть на юг, во-первых, из Гибралтара не будет видно берега. Гибралтарцы очень сильно удивятся этому явлению. Но это ничего, зато станет немножко жарче, будет так же, как Марокко почти. Это первое. И второе самое интересное, что в Южную Европу можно будет сажать чай в черной байховой и снимать колоссальное урожае после смещения Европы чуть-чуть на юг. И тогда Полина из Лондона, глядя из туманного, уже не туманного, а солнечного Альбиона, будет вместо традиционного утреннего овсянка, сэр, еще и предлагать марсельский чай в черной байховой. На это ей будет отвечено, что я предпочитаю андалузский горный чай, но на это в свою очередь будет отвечено, что у нас есть еще и смесь неаполитанского и венецианского чаев. На это будет отвечено, что в результате, возможно, я выберу солоникский черный байховый чай. Да, вот такие вот дела. Так что в Южной Европе можно будет собирать урожае чая. Разумеется, расцветет и туристический бизнес под кучей пальм. И, возможно, символом Парижа будет не только левую башню главным, но и пальма с бананом, кто знает. Так что вот такие вот дела с буксировкой континентов у нас. Ну а в Сахаре будет что? В Сахаре будет пышным светом то, что я уже и говорил, расцветет природа, прольются тропические ливни, расцветет фауна и все будет так же, как и доисторический период, когда в Сахаре все свело и благоухало. Вот такие вот дела. Но самое главное, конечно, это байховый чай в Европе. Это вообще будет потрясающе. Ну и Скандинавия потеплеет, безусловно. Возможно, так же подбуксировать Англию к Франции. И в результате исчезнет Ла-Манш и Падакаля. И вот там, вместо Гибралтарова, французы увидят англичан на невооруженном глазах. Это будет тоже потрясающе. Ну и само собой. Ну и само собой. Да. Ну и само собой. Является тот факт, что в Филипп Штент по заказу Леспромхоза СССР. И наш, конечно, тоже традиционный гимн. Королевудский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Сам написал. Серьезно, сам написал. Хорошая песенка, правда? В духе Голливуда, действительно. Написал сам. Глянусь мамой. Субтитры сделал DimaTorzok Пш!